Привет, друзья! На связи Antiquar, продолжаем играть в Darkest Dungeon, и сегодня у нас, между прочим, довольно-таки примечательный выпуск. Сегодня мы пойдем на последнего оранжевого босса, который доступен в этой игре, а именно на подводную команду. Но прежде чем я это сделаю, хочу вам рассказать такой момент. Я наконец-то закончил улучшать все строения, которые я хотел вообще улучшить в городе, да? То есть все они у меня приобрели вот такой вот завершенный вид. Единственное, что не было улучшено, это трактир, да? То есть он у нас вот в таком вот изначальном состоянии и останется. Ачивку я, конечно, не получу, но если честно, мне просто лень как-то под него собирать фамильные ценности, под его улучшение, при условии, что мы как бы и мы не пользуемся от слова совсем. Поэтому трактир у нас будет вот такой вот, с заколоченными досками-окошками. Ну ладно, давайте мы о трактире рассуждать не будем, лучше поговорим про подводную команду и про тот коллектив, который я поведу в этот поход. Ну вы его уже видите на своих экранах, это разбойник, это прокаженный, висталка и псарик. Выбрал я их, в общем-то, довольно-таки произвольным образом, просто это ребята, которых нужно подтянуть с четвертого уровня на пятый, перевести, и практически все персонажи у нас уже будут пятого уровня или выше. Значит, что касается закачки и тринкетов. Ну, разбойник, я бы сказал, вот такой вот довольно-таки стандартный вид имеет. У него есть неприцельный выстрел, есть боевой натиск, есть прицельный выстрел, который снимает незаметность. Ну и самый обычный удар ножом, кровотечение как-то в бухте не очень заходит, мягко говоря. Поэтому я взял именно обычный глубокий порез. Что касается тринкетов, это легендарный наруч на урон и кристалл пера. Ну тут и скорость, и уклонение, в общем-то, и то и другое нам интересно. Теперь, что касается прокаженного. Здесь для меня важен, понятно, обычный удар, основная атака прокаженного, да, рубец. Сечку, ну, взял для того, чтобы применять, я не думаю, что я часто буду ее использовать, но иногда сечка действительно хорошо может зайти. Лечение с отхилом стресса, это всегда приятно иметь для персонажа. И запугивание, опять же, под снятие незаметности, очень тоже неплохой навык. Что касается тринкетов, это кольцо сосредоточения. Прежде всего меткость меня здесь интересует, хотя и 5% карита тоже невероятно приятно иметь. И солнечное кольцо, оно добавляет 10% к урону и всю ту же самую меткость, с которой у прокаженного, как вы знаете, есть определенные проблемы. Причем проблема довольно-таки серьезная. Под висталку все, в общем-то, как всегда. Любимый мой набор тринкетов, который складывается из головы джуни и священного свитка. Что касается навыков, здесь я выключил слепящий свет и вместо него поставил освещение, опять-таки, под ту же самую незаметность, которая в оранжевых данжах у мобов встречается довольно-таки часто во всех локациях. Ну и, наконец, псарь. У него стандартная атака, у него метка, снятие стресса массовое. И на всякий, опять же, пожарный я взял охранять союзника. Мало ли, да, сложится у нас ситуация, что кого-то придется прикрыть. Вот в этом случае наш Герасим и его верная Муму, я не сомневаюсь, что его, не знаю, кто это, борза или как назвать породу этой собаки, имеет именно такую кличку. И под тринкетом у него фамильный свиток, ну тут, как вы понимаете, чтобы стресс отхиливал он повеселее. И древняя карта, в плане фамильная карта, ну просто, чтобы у нас была разведка, почему бы и нет. Полагаю, что вот таким коллективом, с такими навыками, закачкой и тринкетами, мы должны с подводной командой довольно-таки уверенно разбираться. Давайте закупимся припасами. Что нам понадобится в этом походе? Прежде всего, возьмем немножко еды. Полагаю, что вот этого количества будет достаточно. 14 факелов. Так, что еще? Травок, наверное, взять нужно. Ну давайте, наверное, штучки 4 мы их возьмем. Хотя травок может быть и побольше, да, нужно иметь. Давайте 5 на всякий случай я возьму. Травок, бинты. Никто у нас в группе не умеет снимать кровотечение, да, таких персонажей нет, поэтому бинты беру по полной программе. Если нам будут встречаться крабы в оранжевых данжах в бухте, как вы понимаете, они частые гости, да, точнее персонажи, кого можно встретить. Поэтому бинты нам прям вот могут быть очень-очень необходимы. Так, пару ключей. Обойдемся мы парочкой ключей. Ну давайте третий возьмем из расчета, что мы найдем тайную комнату. Почему бы и нет? Так, противоядие. Противоядие я даже не знаю. Наверное, нет. Пару святой воды не буду брать больше. Не вижу в этом смысла. Вроде как с боссами мы в оранжевых данжах и так справляемся достаточно уверенно. Итак, у нас еда, факелы, лопаты, ключи, святая вода, бинты, травки. Все есть. Ну самое главное, есть косточки, как вы понимаете, которые нам естественно пригодятся. Few of particularly unsовый mariners, who, for a time, sailed the four corners at my behest, retrieving many valuable artefacts, relics, and rare texts. Предиктабельно, они увеличились в тарусs, к counterу моей intense скруппы об секреции. Such resources had long been exhausted, of course. And so I prepared an alternative payment. можно видимо даже догадаться да уже как наш предок с этими ребятами расплатился одних подонков утопил за счет других подонков судя по всему именно так эта схема у него работала ну начинаем мы с разведки что невероятно приятно но не удивляет нас исходя из набора наших тринкет так подводная команда очевидно что вот здесь в самом конце данжа правильно да сюда идти дальше всего поэтому туда мы и направляемся ну и сразу наверное будем здесь лутаться почему бы и нет но неплохо начали лутаться что тут скажешь два мешка оба пустые все в порядке все в порядке да у нас в этом отношении ладно сейчас будет следующий переход и первый бой сундучок здесь особенно ничего не обойдешь в части завалов да если их будет много но я думаю что одну лопату мы имеем право использовать так и поскольку как я вам уже сказал у нас построено в городе все на что требуется фамильные ценности то я их просто с собой не беру обращаю ваше внимание на это повторно то есть я их не выкидываю не из-за каких-то своих странностей а потому что они мне в этом прохождении больше не нужны так ну что посмотрим какой первый бой уготовила нам темнейшие подземелья с морским уклоном не самый приятный да ну и не самый страшный который может быть в бухте тем более весталка тут выяснилось умеет очень неплохо сопротивляться атакам всяких зловредных ведут так замечательно тут кого бы нам надо вырубать наверное вот этого товарища правильно наверное его смотрите мы даже на него навесили кровотечение учитывая что у него резин до 70 процентов это неплохо здесь засветим морского оракула так ну и здесь прокаженный зарубает сразу же медузу без каких-либо шансов для нее оракул продолжает раскидываться стрессом ну и тут мы уже имеем право начать отхиливать его царем да по шестерочке снимает в принципе неплохо проблема только в том что он то шестерочку снял а как тебя зовут морской большерок тут же нам навесил еще больше дал ответ вот такие вот неприятные дела так что я хотел сделать я что-то тут задумался а почему я разбойнику не взял обычный выстрел к пистолету у нас даже ведь есть кем метку навесить да мы можем герасим навешивать метку это будет дополнительная опция может быть надо мне переключиться до с обычного вот этого вот ножа который есть ударом ножом на именно использование выстрелом нашего основного пистолетом сейчас я посмотрю прокачиваем меня до 4 уровня или нет вот лопата кстати к нам приходит и это неплохо это не может не радовать так иди-ка сюда до выстрел у нас прокачан непонятно почему не был активирован почему я решил поставить нож что-то я как-то даже сейчас размышляю об этом и не могу ответить на этот вопрос так это у нас что это у нас баф до привала по моему на урон мне что-то так помнится кому может разбойнику дать урона у прокаженного и так навалом до 18 урона для привала с такими бафами если мы еще одну такую фигурку найдем еще большой вопрос нужно ли нам будет привал устраивать ну тут конечно мы будем отталкиваться больше даже не от диковинок до которые нам встретятся а вот нашего состояния морального и физического куча оракулов понимаем здесь но наверное да наверное краба давайте стрелять а весталочка у нас соответственно попытается снять незаметность да ну не вышло можем снять незаметность нашим прокаженным дайте кстати почитаю как работает этот навык у меня его я не помню был он уже не был так модификатор урона минус 80 процентов игнорирует незаметность снимает незаметность еще и дебаф завешает на урон и минус скорости а самому себе бак скорости в итоге у нас заходит неплохо неплохо любопытно крабик опа кровь нам пустил да на 8 единичек вот негодяй ну конечно давай давайте на стрессовывать давайте понимаю здесь имеет смысл сразу отлечивать это кровотечение при живом-то крабе или нет наверное будем давайте мы его резать строк крик зашел красавчик просто скрита дал как положено здесь наверное мы давайте попытаемся добить одного из оракулов жаль не получилось да проблема только в том что не добить ну тогда это сделает ли стал заодно себя чуть-чуть подлатает так можно защиту порезать у этого здоровяка а можно стресс начинать снимать я как-то за последний вариант за второго раза снятия стресса все-таки он меня больше смущает крабик молодец не стал заниматься всякой ерундой типа накладывания кровотечения обошелся просто мощным ударом так ладно ладно здесь что мы делаем разбойник застреливает оракул красавчик просто а весталка будет отлечивать адрес на нашего прокаженного отлично и она сопротивилась к кровотечению прям вот красота ничего не скажешь разбойник покорритовал в общем у меня команда начинает неплохо этот поход пока показывает себя достойно да здесь можно отличиться снять еще и стресс молодец выбрал нужную атаку краб так чтобы мы без кровотечения обошлись и разбойник все заканчивают слушайте учитывая что у нас было сколько за два боя против нас было три оракула которых мы быстро не могли вырубить и у нас в общем-то сложилась ситуация когда по стрессу ну конечно он есть на нас да ну не скажешь его прям какой-то критически огромное количество это вот не может не радовать потому что стресс в такой ситуации это чуть ли не главная проблема для нас мог стать прям основной какой-то беды лопата 1 уходит а мы продолжаем наш путь и приходим следующий бой а тут опять кучись разделе да что ж такое обычно такое количество стрессовиков встречается в руинах в бухте как-то бывает с этим делом попроще но не в данном конкретном случае так здесь что мы делаем 61 сможет косточку есть одно оставим на команду 1 тут сидим вот и укусим как следует хорошо это хорошо у нас получилось здесь прокаженный сразу не давил большая рота но пусть как-то да поработал так здесь учили не молодец потратил свой ход можно сказать в никуда просто красавчик не могу не ответить свои действия так здесь что мы здесь давайте опять же попробуем отличить стресса немножко висталки той же получается очень недурно жаль кори ты у нее не заходят да здесь что последний до товарищ который находится у нас наверно добивать больше рота отлечемся подальше можно кстати пару единичек еды прям ему съесть и как то он будет себя сразу же пободрее чувствует сундук сундук открываем ключиком наверно да наверное да тем более все у нас замечательно помещается из него ну из одного боя тут же попадаем в другую слюнтяй упырь слюнтяй хочет бросить нам вызов но это товарищ тоже такой мерзкий довольно таки да учитывая его любовь к накладыванию стресса на своих оппонентов так что мы сделаем здесь может быть его я даже не знаю меточкой как-нибудь сразу побаловать или сначала съесть медузу или его подвинуть давайте подвинем наверное слюнтяя вперед чтобы вот в частности наш прокаженный мог по нему работать но и убивать то мы будем все-таки начнем я полагаю с медузы чтобы она нам тут никого не станела но и не занималась никакими неприятными вещами так вешать метку или нет или профит не кусать нет наверно метку вешать надо тот же прокаженный сейчас бахнет по нему повеселее да веселее бахнул и убьет он по весталке слушайте но вот на весталку прям адресно они накидывают стресс что-то у нас конечно нет который может отличить стресс именно того у кого надо да так здесь он хоть не попал по нам уже радует потому как если бы залетела это атака было бы неприятно тринкет дают никчемушный вот от слова совершенно да ну ничего мы сделаем вид что мы не обиделись на игру так сюда бы вот противоядия надо вливать у нас его нет можно и без противоядия лутать но там шансы будут не очень хорошими так слушайте а если мы у нас место есть а если мы возьмем вот так вот карту древнюю и дадим ее весталки ну-ка сколько у тебя будет к обезвреживанию 95 вот вот это неплохо ну и вернем все на круги своя правильно вот таким образом не очень быстро это и темпово получилось зато отличили весталки 8 единичек стресса что не может не радовать мы на привале в принципе стресс можем отличить без проблем потому как у нас лагерные навыки у них на отхил стресса прям хорошие у псаря и у весталки есть варианты так здесь что мы делаем здесь наверное дальнобойные навыки я кстати хочу дисмосу закрепить вот что я вам скажу поэтому им мы не будем трогать этот коралл кем потрогать бы у мэри вообще чуть ничего нет да а здесь все закрепленное давайте тогда аристархом мы будем работать с этим объектом а он ему устранил неточную стрельбу да ну не точная стрельба это конечно важно для для прокаженного до дальнобойные атаки в данном случае выбирать нам не пришлось никто нам этого выбора не предложил так что далее что далее радуемся мешочек пустой все еще полечимся весталочкой давайте можно было наверно не убирать тринкет у нее молодец хотя в бою то ей лечебные тринкеты нужны абсорю соответственно нет не нужна эта голова джунии так что все правильное делал не буду на себя наговаривать ладно когда не прав но когда прав ты чё на себя наговаривать правда я думаю что так здесь начинаем с выстрела и что сразу же хлопнем медузу здесь здесь да давайте стресс отличим сейчас потому что у нас отличили нормально сейчас потому что в нас накидают нового всегда есть вероятность что оракул промахнет собой или вот займется вот такими вещами типа усиление союзников но это бывает не всегда в данном случае нам в общем-то повезло и тут повезло смотрите он еще и промахивается замечательно но нам нужно сначала вот этого товарища уработать и глушить нам его неким поэтому нужно просто бить да конечно разбойник по нему так себе сейчас работал ну защиту него 75 надо резать конечно защиту псорем его меткой 48 48 это уже не так страшно как 75 с этим вполне можно работать так повесталки проходит к сожалению стрессовая атака и так она у нас барышня застрессованная тут еще и дополнительно до пролетела не получится ли у нас добить этого товарища царю скрита получается замечательно просто замечательно здесь бахнем сечкой больше знаете из соображений не зря же мы ее брали да так давай свистал очки молодец молодец крит на себя брод но для разнообразия мэри ну что то такая вялая то у нас здесь будем стрелять как можем и добиваем до отлично шесть картинок смотрите какие щедрые да то ничего сразу 6 так сундучок брать или не брать может все таки до привала ну точнее до босса и сюда то мы вернем сюда возвращаться недолго вырубим свет пойдем без света ну и вот это все тогда плутаем тоже без света зачем нам это брать сейчас никакого смысла в этом нет ни на грош кстати может быть это вот и не лучшая тактика на самом деле против вот этих ребят толстых да супер защищенных может быть имеет смысл стрелять не снимать незаметность со всей вот этой братья и пытаться как-то стресс дилера урабатывать по-быстрому так вистал очка ну-ка давай красот молодец по крайней мере минус один до трасс дилер уже неплохо ну вот это ты правильно выбрала объекту тут молодец на прокажем всегда бы так да но переключилась тут же на висталку все таки привала нам не избежать привал нам будет нужен в любом случае поскольку висталку застрессовывать тут потихоньку да а может даже и не то чтобы потихоньку надо было кстати сейчас защитить ее псорем но уже я этого не сделал ладно ладно будем работать по этой части ты сколько накладываешь кровотечение ну ты немного кстати о висталку вперед тоже стрессанула она из-за этого но давай-ка дамы защиты тебя возьмем под охрану у тебя стресса никакого может кто принимать на себя девушку защитишь заодно благород благородство как мы знаем по литературе и по истории не всегда было свойственно только рыцарем иногда и злодеи и бандиты им отличались в полной мере вот как раз та самая ситуация видимо у нас с разбойник данный так царю дайте ход сейчас он тут всех победить мэри под латает всех царю дайте ход нет не дали раньше тетки этой зловредной но миссис промахнул уже не клуб ну и все пожалуй надо до свидания здоровья так камень уклонения тоже неинтересно тоже неинтересно совершенно ну что смотрим бои еще будут у нас до боссу да прям накануне перед боссом ну ладно ничего мы сейчас проведем привал два урона на один раунд в бинтик вы можно и потратить 6 штук куда-то я их экономлю непонятно куда ну да разжигаем огонек привальный здесь имеем право папировать имеем право вопрос нужно ли нам это ну почему нет да имеем право папировать это раз теперь нужно защититься от ночных нападений можно это сделать разбойником плюс от перемешивания да можно сделать ависталку у нас не умеет от ночных западений нападений защищать видимо не этими навыками да и можно сделать герасимом да то же самое что и разбойником в данном случае в общем не важно кем делать нужно ли нам это вообще ну наверное да у нас прокаженный то он не любит оказываться в задних рядах да и висталка не мобильная поэтому давайте мы на взор гончи кинем так снижение стресса у снижения стресса меня интересует именно что адресная да на висталку адресный умеет делать только наш разбойник ну и сама висталка но сама на себя она же не будет это делать правильно так а ты что умеешь снижение стресса на 10 все спутники но все как-то вот на 20 на себя нет это нам не очень нравится так ладно у нас 6 очков да что мы делаем мы можем бафнуть прокаженного еще на меткость кстати говоря снимать стресс свисталки или нет все таки может быть да я вот думаю просто три очка у нас осталось а что мы можем с ними сделать до ничего толкового получается сделать больше и не можем потеря 20 очков здорового процентов очков здоровья но он отличится у нас там будет впереди ничего страшного ну наверное вот так я поступлю в данном случае и давайте на боковую завалимся ну тут в общем все понятно ничего нового нам не напишешь ну что пойдемте посмотрим кто там хочет нам преградить дорогу подводной команде стандартный в общем такой подводный наборчик до разбойник у нас оказался кстати на второй позиции может это и не так плохо что он на второй позиции он сейчас сможет во первых сразу добивать морского оракула вторых пробить парирование эх единичку не дорезал у большерота понимаем понимаем зачем действительно дорезать нам большерота так ладно здесь стресс отхиливаем ну наверное пробуем на свистал очки еще шестерку снять нет не снялся стресс свисталки понимаем здесь мажет товарищ и что вестал очки лечимся и можем его со спокойной совестью забивать можно сказать что к боссу мы готовы плюс-минус да так ну что может быть святую воду вылить на кого-нибудь учитывая что у нас там никаких объектов на святую воду мы не видели а мы всего лишь в двух комнатах не были да ну наверное добыль им она и место занимает которая всегда есть чем занять вопрос на кого так даже я и не знаю давать на дисмоса сопротивление к яду кровотечению болезни ослаблению я просто не знаю морская команда она занимается такими вещами этими глупостями подводные смысле да я вспоминаю что там было с командой какая там она была намокша или какое было название у босса на первом уровне что-то я не помню чтобы от них летели какие-то дебафы или кровотечения стресс летел в каких ситуациях переднего до персонажа там якорил вот этот один из трупов ладно поехали да вот этот мужчина с якорем занимался такими нехорошими делами ну тут в общем то мы что начинаем резать 150 жизни да он крик на 38 нормальный нормальный расклад весталка что делает давай наверно полечим всех в общем то она из нее воин такой себе у него нету у него нету защиты да поэтому зачем кидать метку поэтому мы сразу видим косточку и начинаем его грызть в усиленном режиме второй крик понимаю очень неплохо здесь врубаем парирование без крита к сожалению но отсутствие крита в данном случае жаловаться как-то как-то вот мне воспитание не позволяет поэтому я не жалуюсь просто так сказать отмечаю этот забавный факт до открыты видимо у нас закончились в начале этого боя поэтому следующие раунды без них слушайте а вообще а может быть мне с такой закачкой имело смысл до выбирать то именно нож первой позиции разбойник вот не может стрелять да давайте я не знаю тут вообще смысла нет это убивать ну просто отодвинемся назад 29 жизни осталось 27 в общем то неплохо все у нас складывается прямо скажем за якорин кстати друзья мои для новичков для тех кто играет в эту игру не прям не знает каких-то нюансов расскажу вам про такой момент вот смотрите когда при бои с командой с любой я так понимаю неважно независимо от ее уровня вот этот вот передний мертвец горит вашего персонажа помимо того что ему будет нагоняться стресс каждый раунд до каждый ход ваших персонажей ему будет идти стресс то есть надо вот эту вот цепку с якорем снимать пободрее но в этот же момент у вот этой основной подводной команды обратите внимание защита стала 50 процентов то есть до этого защиты не было вообще а тут сразу же полки не поэтому в такой ситуации бить вот этих ребяток ну смысл это не имеет нужно именно что снимать якорь и соответственно да еще вот эти основные ребята пока происходит вот такое удержание якорем они будут отличиваться так что снимаем якорь и после этого уже продолжаем разбираться с основным боссом много он там не отличился все до свидания кристалл пера можно кстати взять кристалл пера неплохо камень перемещения но пока возьмем потому что у нас есть слот да под него но вообще он как бы нам не нужен давайте погасим свет и пойдем полутаем это подземелье у нас тут еще пару комнат неразведанных плюс мы не брали последние вот эти вот ящики гербы ничего это не берем как я уже сказал да и объяснял почему так вот здесь у нас есть пару объектов пару мешочков если я правильно помню что мешки пустые все рубачок ты же не мешок да вот тебе добыча и отправили так тут все забираем сейчас еще сундучок откроем возможно и сундучки чем интересная будет немножко денег немножко гербов до которые уже для нас актуальность утратили свою ну и вот сюда вниз тоже сходим ушки дорогие хорошие еды вы подэкономили все сделали правильно что где-то подэкономили где-то нашли в общем в этом отношении к вам никаких претензий второй рубину так тоже приятно до 2 500 уже в этой кучке ну и бой без света мы проводим а это значит что можем тут быть все не так чтобы прям замечательно хотя ну да хотя вот такие крит и могут летать это все понятно здесь наверное сразу же тогда мы отвлечим нашего прокаженного насколько сможем до висталки да и урон сразу конечно в темноте растет у них просто запредельно доедим 1 больше рота тут сразу же дорогим 2 стресс так нормально нам накидали прям по полной программе я бы сказал здесь имеем право его немножко отличить насколько можем вообще-то полечить бы нам еще диск на сюда еще какой-то бой если у нас будет то как бы хотелось бы в него вступить в лучшем состоянии эмоциональном поэтому сейчас мы висталки дисмоса поглотаем здесь вот так бахнем по оракулу здесь тоже стресс себя снимем сколько сумеем да вот так неплохо так уже мне нравится а тут враги подошли вот так с первой позиции не можешь да не можешь бить стресса я так и знал а вот второй наверняка умеет этим заниматься да так ладно минус четко зато хотя бы так ну и будем надеяться что прокаженный сейчас просто своим мощным богатырским ударом срежется в оракула кстати со всеми нашими тринкетами да на метки прокаженный конечно стал работать в этом отношении замечать вот вообще никаких претензий на этот счет нет так ты что давайте наверное его добивать чтобы дальше не затягивать но опять же потому что просто есть бинты да не давайте мы разбойника вернем именно что вторую позицию мне у него понравилось включать парирование так здесь что здесь ничего и последний коридорчик у нас останется разведки не будет да не включается она не активируется так по телу и это все понятно еще хватил но тут еще один из тренингов на 1000 вынес хоть что-то ну и да тут ничего нет в общем-то закончили прохождение кстати кольцо не помню наводил на него нет вообще жесткое кольцо плюс над защитой для 15 процентов максимального здоровья ну минус 15 процентов урона но под танка до какого-то который будет просто стоять на первой позиции возможно если воителя ставить на первую позицию и закачивать его на поглощение урона вот это кольцо можно вполне рассматривать ну 12 265 вносим еще 6 750 за задание не бог весть что но в то же время так литургия надо отличивать это понятно работка оружия нами заменила расхитителя чаще в общем ничего примечательного здесь нет ну что ж друзья нашествие бандитов к оружию бандиты наступают на город одержимые слепой яростью и жажды убийства мне кстати про это дело писали в комментариях и писали знаете чего писали что если не идти сразу же к этим ребяткам запустить да так сказать эту ситуацию то ничего хорошего в общем то не будет для нас потому как они здания что ли сломают или что-то они для нас тут короче сделают нехорошего а мне бы как бы не хотелось буду с вами откровенен так хотел я закрепить ему дальнобойные навыки до крит на дальнобойных навыков я решил знаете как действовать по поводу закрепления навыков под заходит какой-то навык который мне нравится то есть не вылавливать что-то там конкретное единственный может навык который мне хочется до какой-то на реке не это вот зашло что-то вот прям хорошее значит надо закреплять не заниматься тут каким-то подбором так можно навыки вообще не поймать до конца прохождения ладно как это выглядит да вот мне говорили что появляется вот такая локация город вульфова кисточка трофей против отметки плюс 20 урона плюс 10 меткости плюс 5 крита против второго размера бандит вульф так бандит вуз да может быть прям вот вот так и пойти нашей прям прокачанной супер команды а почему нет а почему бы и нет знаете мне писали в комментариях такую команду попробовать он сейчас был помнить в общем два разбойника и дикарка а в четвертую позицию чумного доктора чумную доктор что чумная докторша бафает на урон разбойники с со своим вот этим вот как у них называется навык картичный зал оба дают а дикарка работает от своего прорыва в ближнем бою да вот этот вот но в принципе что-то в этом есть но скажем так и минусы я у этой группы тоже вижу минусы в общем серьезные которые связаны прежде всего с отсутствием нормального лечения обычного и по стрессу в общем тут могут возникнуть серьезные проблемы так у них все улучшено кстати говоря что касается что касается оружия дам что касается навыков так у дикарки прорыв кстати пусть будет лечение и и да со снятием отравления кровотечения тоже пусть будет в общем у нее все закачано тут мне кажется у всех все закачано а все до 5 уровень это последний на уровень для навыков больше же мы не можем да вот они заканчиваются наши гильдия прокачано полностью все верно так то есть вот таким образом вы закачены здесь да дайте-ка подумать хочу ли я что-то менять как я вообще буду их расставлять ну а как так и буду причем причем мне наверное даже не имеет смысла брать разбойником тринкет на вот эту скорость который был помните да как он назывался вот эту подвеска быстрого натяжения зачем то есть смотрите она для чего мне было нужно чтобы сначала ходил третий да то есть вот они тут крутились вот с этим товарищем в карусельке но даже если будет ходить 2 то есть он бьет с продвижением встает на первую позицию третий разбойник подвинет дикарку на третью позицию откуда она в общем-то прорыва может реагировать и она и со второй позиции может прорывом в общем то ну понятно что она ослабляет себя минус 10 урона минус 1 скорость ну ничего страшного зато бьет сразу по трем позициям врага так что в общем наверное это мы брать не будем ничего ладно давайте меньше рассуждений больше дело потому что я не знаю насколько там длинная вот это вот вот эта локация до бандитский город или как там она называется сейчас посмотрим здесь мы делаем соответственно вот так висталку ясно прокачиваем каким образом у нас нет ничего на отхил стресса до никакого персонажа нет с отхилом стресса соответственно что соответственно мы должны тринкетами как-то это дело поднять правильно себе кстати возможно очень неплохая история в этом походе это колечко убийцы человека что-то мне подсказывает что там будут люди в большом количестве то есть это плюс 25 урона минус 8 уклонения ну уклонение конечно жалко но с другой стороны мы зато будем очень неплохо себя чувствовать до урона наносим можно скорость под бафать нас вообще дикарка первые ходят но это неплохо ну как у нее не то что обязательно она первая ходит но может это делать так дайте ка я подумаю что мне что мне взять но вообще вот эти кольца против людей мне нравится вот так вот на вскидку может быть дикарку вот таким образом от стресса защитить и меткости добавить и дать вот это колечко как он такой вариант то есть смотрите как минус 25 урона от стресса при полностью зажженных факелах от же прекрасно так разбойнику мы давайте одному баф ним нашим наручим урон и дадим тут же вот эту книжечку скорость понятно у него подрезали это все ясно тут что мы делаем что у нас есть еще а можно кстати говоря дать тоже вот это колечко против людей я надеюсь что оправдает себя эта тактика уклонение до порезалась ну можно вот так где его вернуть даже с небольшим бонусом с небольшой прибавкой еще получить немножко защиты ну кстати неплохо давайте попробуем вот именно вот так мы сделать вот так затариться надеюсь что нам там не наваляют очень бы хотелось мне верить потому как никакого представления я не имею да как там выглядит эта локация и что нам нас нам ждет так ладно тринкеты набрали урон повысили ребята у нас прокаченные вроде как так по лагерным навыкам что по лагерным навыкам вроде тоже все неплохо но как то так мне кстати не про длительности ничего не писали тут не писали как совопилы и до что я зайду и сразу будет будет мы будем предполагать что нам придется здесь по странствовать так но по их количеству еды мы можем сделать вывод что если странствовать и придется то локация будет короткая да на среднюю доступно больше еды сразу а ну нам и пишут то что она быстрая но опять же я не понимаю что за локация давайте лопат возьмем как бы с запасом факелов факелов кстати а незаметность на кем будем снимать она незаметность будет снимать разбойники до листалки можно и не брать этот навык поэтому факелов ну пусть будет 8 водички святой но я возьму с собой даст запасом опять же обольюсь там перед этим вульфом тут рисковать не хочу целебные травы нужны не нужны ну штучки 3 но опять же да не понимаю что у нас там ждет затаримся бинтами и противоядиями так что я не взял ключики я не взял до сколько мне надо ключей давайте тоже штучки 3 возьмем почему бы и нет и того еда факел и лопаты ключи святая вода трава бинты и противоядие ну вроде все правильно правильно так еще раз последний взгляд что ты как-то мне как-то волнительно даже не знаю все будет хорошо спокойно вульф собрал войско пробейтесь через орды бандитов победить его и восстановите хоть некое подобие порядка в городе понимаю а ну то есть тут вот а где вульф тут или там тогда и у нас же тут никого никакого привала не будет ну пойдемте куда налево пойдемте сначала налево сходим значит много бандитов но по идее если это люди бандиты тут не должно быть много ребят которые будут кидать на нас стресс то есть хотя бы тогда хотя бы то понятно массовый урон это все ясно 1712 да у тебя удалось кого-то наверняка добьем ты можешь присмотреть и здесь я так понимаю один прокачанный один нет да один прокачанный один хорошо сразу убиваем с того можем ты можешь замечательно тут наверное когда имеет смысл вообще снять незаметность и лечиться ну как-то по первому бою ничего тут страшного нет но не знаю что там зовут так здесь немножко еды немножко денег хорошо берем чё кстати на уклонение на один раунд тот час пройдет так а вот лопата нам пригодилась тут же понимаю пока ничего не лутаю идем доходим до комнаты так здесь вульфа нет здесь есть товарищ со стрессом которого мы не ждали до бандит охотник есть какой-то зубощелк мучитель все люди так так что мы делаем ну сначала стресс определенно больше всего мне не нравится стресс ну а тут наверно по человеку пусть бьет бах против людей и тут стресс да полетела до панам всякого разного здесь имею право бахнуть вот туда да хотелось бахнуть молния не пошло здесь мы мажем ну вот не очень хорошее начало этого поединка скажем прямо до молния а вот тут нас конечно уже требует по-серьезному вот тут без шутер ладно зато отличились прям на ура так здесь выбиваем собаку здесь ну давайте наверное все таки как-то попередоточимся на этом товарищи да стресс у нас напуляли по полной программе ну а попадать как ребят ну ну вы чё давай ты что ли не подведи винтик пошел не подвела красотка вот ну когда красотка тогда красотка лечимся хорошо лечимся хорошо стресс от ужаса это я понимаю да еще четыре стресса один раунд ну наверное добиваемся в игрушке с ним играть не стоит определенно так берем все ладно здесь что я делаю здесь я имею право вот тебя допустим откормить правильно куда мне столько еды правильно о как о как это как называется вот это я сейчас не понял а комнаты главное еще типа пустые да ну что-то так-то как-то странненько если честно и опять у нас тут стресс стресс диндер понимаю понимаю стресс диндер да ты будешь попадать сегодня барышня крестьянка хотя бы здесь хотя бы кто-то да как говорится отлично крит уже хорошо чуть-чуть стресса отличить скрита да здесь еще отлично немножко стресс уже у другого все ты проявился уже хорошо ты проявился но имеем право тебя резать на самом деле а тут а тут а тут а тут наверное как-то хочется чтобы висталочка входило вот что я скажу всех долечила ну где криты то ну барышня где криты непонятно вот крит зашел у дикарки который он в общем то и не нужен ну ка вот отлично по разборку хорошо так хотя бы что там слушайте но вот эти вот стрессовики да они прям реально в каждом отряде идут а мы из трех попыток пробить вот этой атакой у висталки ни одной не попали ну и стресса мы хапаем здесь очень недурно а сейчас еще большой товарищ по нам добавит его и конечно же по висталке ну по кому еще да это вот неприятный момент определенно неприятный неприятный дровика бы как-нибудь убивать да как-нибудь бы хотелось добивать но жизни здесь прям вот прям вот нормально вряд ли мы его досовыряем давайте хотя бы этого добьем ну здесь тоже включим парирование по всем да стресс то купится прям вот сколько уже 80 у нашей девушки лекарской направленности 80 темный тамбурин это все понятно но можно это взять потом будем выкидывать так ладно пробейтесь через полчища бандитов как бы пробиться то можно через полчища но вот стресс конечно так ну ладно идем дальше чуть делать надо как-то реагировать на это дело да уже 90 обалдеть обалдеть ничего не скажешь ну надо большого на самом деле корректа так потому как он своими атаками может нам тут нагнать обжиг отлично отлично давай таки молодец отлично еще один крит еще немножко стресса прям тут каждый крупицы до стрессы которые ты себя сбиваешь радуешься прям вот без шуток это происходит так здесь что в общем вот так мы делаем здесь опа это как я сюда попал случайно нажал или что-то я не понял я вроде не жал вверх так стоять подождите я сюда вернусь давайте так я сюда вернусь все будет хорошо я сюда вернусь мне сейчас просто место у меня нет под всякие такие глупости ну что идем смотрим а вот он бандит в ум 160 жизни видимо мы сейчас будем страдать вот от этой бомбы я так понимаю ну лишь бы он стрессом по нам не долбил так бочка с а то есть мы можем наверное эту бочку убить и тогда он не будет у нас бомбы кидать так что я понимаю но у нее стоит режим парирования ну давайте попробуем по ней все равно поработать да ну в общем не так это страшно выглядит здесь тут же отвлечемся опа опа как ничего себе ничего себе я бы сказал вот это он бахнул ворован держись старина прям вот держись как как никогда не держался то что делать ну давайте тебя что ли бахнем немножко на урон бесталочка где то так ладно чуть чуть отличили чуть чуть и вроде как бомба у него закончились да бомбу мы сломали тут промахнулись по воровану а тут вот он стресс и забыль проходит проверку на решимость и нелогичность так так ладно здесь мама мамочка да сейчас мы тут в общем то пострессуем судя по всему да так ну лечим мы именно ворован скрита хорошо все отличили его полностью здесь ну надо добивать этих ребят мать отец слишком поздно я ухожу в монастырь понимаю тебя понимаю ну ладно нет так не сгущать краски но поздно прям не будем из этого делать очень большую проблему так здесь крит на 23 залетел как же больно да тут эти ребятки все делают и новые бочки ухты ёлки-палки елки-палки слушать вот эти конечно призывание 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 бочки меня вообще не радует так стоп надо ее слушайте ну тут проблема то знаете в чем проблема в том что что мы его бить не успеваем пока мы а могут ее убили и бомба не взорвалась так но это неплохо кстати говоря давайте поймем 9 16 10 17 3 25 тут крита меньше стреляем надо его надо его бахать стараться как-то понятно еще стресс это все понятно отлично отлично так новая бочка опять да что-то так часто ходишь тут их нашей ресталки пролетела понимаю понимаю так здесь что здесь лечим ся здесь мы пытаемся бочку до разобрать пока она не разобрала нам дисталки отлично отлично ну и здесь просто чтобы врубить заново режим парирования нужно атаковать этого товарища вот так вот так лучше делай лучше делай так обалдеть обалдеть крик хорошо хорошо так здесь что здесь ну тебя будем резать теперь здесь стреляем давай крик давай красавчик ребятки держитесь держитесь я понимаю что прям вот не просто но отлично 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 тромах и тут же еще бахнули по этому товарищу охрана это понятно все туда бомба да пошла это тоже понятно но есть крип еще один надо его добивать слушать надо его валить здесь здесь имеет смысл бить по бочке ну да имеет конечно замечательно вот ты молодец конечно ничего не скажешь а две жизни две карл как две то ну так еще стресса накидывает еще стресса ну понимаю ворован проходит на решимость но он то у нас смельчат ворован то у нас а посмотрите ух так ну что готов 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 свободен просто свободен ну это было это было прям вот это было круто я вот что хочу сказать прям вот не дать не взять мне очень плохо понравилось не знаю как вам но мне прям понравилось здесь мы имеем право взять оба тринки то подождите у нас тайная комната еще у нас еще тайная комната но при этом я не уверен что я вот сюда пойду что то как то у меня никакого желания туда идти нет так у нас тут бой кстати да ну мы давайте я думаю обычный будет и мы должны потянуть понятно что у нас и забыли тут вся такая застрессованная но ну тем более здесь как бы должно все быть хорошо прямо скажем группу подлечим но покритуем это правильно это вот прям отлично здесь что бахаем и заряжаем да хорошо ну и здесь наверное давайте с парированием тоже поработаем вот так вот прекрасно мы пойдем вперед мимо павших отлично одна стресс нагоняет второй отличие да у товарищей прикольно прикольно так бинты цитрон понятно бинты цитрон это очень важно так а в какой момент я в эту комнату попал я просто что то подождите а в какой момент я попал в эту комнату не понял сейчас вот сейчас не понял ну-ка давайте разворачивайтесь вот отсюда что бы из этой клетки из этой клетки вот из вот из этой клетки интересно тел логика вот я вам скажу так и знаете мне это подходит это скуч kill да слушайте какой классный троллинг со стороны игры да а я не могу слушайте может трактирование по улучшать но потому что все равно будут рано или поздно вот такие какие то ситуации когда мы будем приносить с собой какое то количество не очень нужных предметов да ну точнее будут ситуации когда мы все равно будем находить фамильные ценности лучше имею ввиду так ладно да посмотрим что у нас тут давайте возвращаться домой у нас вульфова кисточка кстати говоря это очень не дурно главное что мы в общем одержали победу в этом задании до в этом как в этом событии и было это прям любопытно было это любопытно по-другому я не скажу так ну ладно на этом я предлагаю закончить данную серию получилась она намного более насыщенная чем я изначально вообще предполагал за счет вот этого нашествия разбойников ну и да пропала эта локация да вот этот город как мне рассказывали именно так все и случилось ну так вот да получилась она гораздо более насыщенная получилось она интересная мне по крайней мере понравилось жду от вас фидбэка пишите в комментариях возможно что-то интересное вы мне напишите про тактику которой нужно придерживаться против этого вульфа все ли я тут делал правильно я все делал неправильно допускаю такую возможность хотя главное что в конечном итоге мы вернулись оттуда с победой и без потерь в личном составе среди наших персонажей окей всем огромное спасибо кто смотрел это видео с вами как всегда был антиквар удачи и до встречи в темнейших подземельях пока